Впервые в истории парламента принятие главного финансового документа закрепляется отдельным законом. В настоящее время в законодательной палате Олимажриса проходит активное обсуждение проекта закона о государственном бюджете на 2020 год. Во фракциях политических партий в Нижней палате парламента детально рассмотрено каждое его положение. Соответствующий законопроект призван повысить бюджетную ответственность секторов госуправления всех уровней, укрепить бюджетную исполнительскую дисциплину. Принятие, начиная с 2020 года, главного финансового документа страны в виде закона и контроля за его исполнением народными представителями, налагает особую ответственность напоследок, свидетельство тому прошедшей дискуссии. Необходимо обеспечить прозрачность документа и соответствие его международным стандартам, звучало лейтмотивом. Отсюда и полная открытость, как в представленных данных, так и в обсуждениях. Акцент на проблемах, поднятых в ходе встреч с населением, предложения граждан, а также на результатах изучения реального положения дел на местах. Как отмечалось, нормативные акты, касающиеся госбюджета, будут приниматься Али Мажлисом, в то время как местные бюджеты – представителями депутатского корпуса на местах. Данные изменения вызвали немало вопросов у членов акции. Наш парламент имеет достаточно долгую традицию принятия госбюджета. Даже если в виде постановления или в виде закона, эта традиция уже установилась. А на местах нужно признать, что наш депутатский корпус, районные депутаты, Кенгаш районных депутатов, все-таки относились к этому немного формально. И возникает вопрос, что готовы ли они. Потому что нужно определить, какие будут источники доходов, как его надо будет расходовать, во-первых. И во-вторых, представьте себе, если партийная группа какая-то в районе будет принимать бюджет. И все партии будут исходить из своей предвёртной платформы. Кто-то будет предлагать национальный интерес, местный интерес – положить дорогу или построить детский сад. А другие кто-то будет предлагать, давайте увеличить расходы на другую сферу. Мы сейчас уже несколько дней подряд проводим семинары-тренинги. Не только нашим депутатам, но и некоторых предложаем из мест на Кенгаши, чтобы увидеть эту процедуру на практике, как это будет выглядеть. Ещё одно нововведение. Статьи расхода госбюджета отныне будут утверждаться не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств. Помимо повышения независимости ведомств, усиливается их ответственность за эффективность расходов. Это, в свою очередь, послужит обеспечению парламентского контроля за результативностью использования бюджетных средств, выделенных министерством и ведомством республики. Наряду с этим будет обеспечена самостоятельность местных кенгашей в принятии соответствующих бюджетов. Вместе с тем… На местах всё-таки депутатскому корпусу всем группам от всех партий необходимо будет найти точку опоры, исходя из социально-экономической развития того или иного региона, так как президент в 2016 году ещё говорил о своём выступлении, что есть такие районы, где, допустим, ни одной промышленной единицы, нет предприятия. Нету, допустим, есть малые предприятия, но должна быть огромная какая-то единица, которая хотя бы является источником дохода того района. Вот в этом случае куда направлять средства? Или нужно ли только на социальную сферу направлять? То есть депутатам нужно будет поломать голову на этот счёт и очень обдуманное решение принимать, потому что исполнитель будет тоже хакимья, тот же районный или областной, им придётся это выполнять. И результат будет виден не сразу. Поэтому пройдёт полгода, три месяца, им придётся самим заняться контролем над его исполнением. И вот здесь будет открываться картина, правильно ли сделали или неправильно. Из несомненных плюсов трансформации главного финансового документа страны в отдельный закон отметили исключение повторного утверждения Али Мажлисом и местными генгешами народных депутатов расходов госбюджета по видам налогов в разрезе сфер. Ещё одна особенность внедряемой системы – курс на поэтапный отказ от централизованной бюджетной политики. Так, для укрепления доходов в местных бюджетах им передаются сборы от регистрации автомототранспортных средств. А поступления от акцизного налога на алкогольную продукцию и оказание услуг мобильной связи будут перераспределены между регионами в зависимости от численности их населения. Накопленные сверхпрогнозных показателей поступления от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль юридических лиц останутся полностью в распоряжении регионов. Работа на совершенствование проекта закона о государственном бюджете на 2020 год продолжается.